Добрый день! На канале автомаркетолог Нуфья Константин Палфинов и ловушки мышления. 1974 год. Социолог Филипп Кунц проводит эксперимент. Он рассылает рождественские открытки с написанным собственной рукой поздравлением и фотографии своей семьи примерно 600 случайно выбранным людям. Все получатели открыток были ему абсолютно незнакомы. И вскоре после отправки открыток начали поступать ответные поздравления. Кунц получил почти 200 ответов. Почему же так много людей отвечали совершенно незнакомому человеку? Наши дни. Пару недель назад я проводил тренинг по партнерским переговорам. И мы с участниками в том числе обсуждали такой момент. Если в начале переговоров сделать какую-нибудь небольшую уступку, согласиться с не обременяющим тебя требованием партнера просто так, без выдвижения взаимных условий, то шансы прийти к win-win результатам сильно повышаются. Ну, разумеется, если ваш собеседник также занимается партнерскими, а не жесткими переговорами. А почему такое, казалось бы, ухудшение позиции в итоге приводит к достижению результата? В обоих случаях мы видим действие так называемого эффекта взаимности. Поскольку Кунц что-то сделал для получателя открыток, собственноручно написал и отправил содержательное поздравление в период праздников, многие адресаты чувствовали себя обязанными ответить на эту услугу. Если кто-то что-то делает для переговорщика, он чувствует себя обязанным ответить тем же. Автор книги «Психология и влияние» Роберт Челдини исследовал эту ментальную предвзятость и определил тенденцию к взаимному обмену как автоматическую склонность людей пытаться ответить тем же, что другие сделали для них. Люди склонны чувствуют себя обязанными отвечать одолжением на одолжение, уступкой на уступку, услугой на услугу. Заметьте, здесь не идет речь о взятке по принципу «ты мне, я тебе», поскольку формально инициатор ничего не требует взамен. Но успех кришнаитов, которые в 70-х годах прошлого века ну никак не связывали подаренный цветочек с просьбой о пожертвовании, в итоге привел к тому, что многие аэропорты просто запретили кришнаитам находиться на своей территории. Мы видим, что эффект взаимности – это один из типов социальных норм, который может оказать сильное влияние на наше поведение. Он имеет огромную силу, и эта сила может быть использована в злых умыслах. Пожалуй, наибольшую опасность эта ловушка мышления представляет для людей, ответственных за закупки. Точнее, для собственников финансов, которыми распоряжаются закупщики. Подарки и услуги, как правило, создают предвзятые стимулы для сотрудников отдела закупок и позволяют поставщикам максимально использовать свое преимущество. Представьте, что закупщик принимает решения, менее выгодные для компании, потому что чувствует моральную обязанность помочь поставщику, который перед этим оказал ему, скажем, небольшую услугу. И теперь дополнительные расходы, которые оплачиваются в обмен на эту незначительную услугу, которую получил лично закупщик, несет не он, а собственник. Умные руководители знают об этом и поэтому не позволяют своему персоналу по закупкам принимать подарки. Один из ярких примеров – Сэм Уолтон. Он не позволял закупщикам Walmart принимать даже хот-дог от поставщика. Есть и другие ловушки, в которые мы можем попасть из-за эффектов взаимности. Например, взаимность не всегда является равнозначным обменом, что открывает возможности для дисбаланса и даже злоупотреблений. Исследования показали, что люди часто готовы оказать пропорционально большую услугу после того, как кто-то сделал для них что-то незначительное. Участие в первом взаимном обмене может повысить вероятность того, что вы ответите на другие, часто более крупные запросы в будущем. Это часто называют методом «ступни в дверь». Кто-то начинает с небольшой просьбы, а как только вы соглашаетесь с ней, к вам уже обращается со значительно более крупным запросом. Другой подход, известный как метод «дверь в лицо», также может быть использован для преимущества взаимности. А манипуляторы начинают с того, что просят об очень большой услуге, в которой, как они знают, вы откажете. Затем они просят об одолжении, которое значительно меньше первой просьбы. Вам кажется, что вам уступают. А на самом деле небольшая просьба и была истинным намерением все это время. Но кажется, что вам оказали услугу, снизив уровень притязаний. И теперь вы чувствуете себя обязанным ответить на это одолжение, сказав «да». Проиллюстрирую пример, который приводит Роберт Чалдини в своей книге «Психология влияния». Однажды, когда он шел по улице, к нему подошел бойскаут и попросил его купить спонсорские билеты в цирк по 5 долларов за штуку. Роберт отказался. Тогда бойскаут спросил, а как насчет того, чтобы помочь нам, купив плитку шоколада? Они стоят всего по доллару каждая. Доктор Чалдини достает 2 доллара и покупает 2 плитки, а он даже не очень-то и любит шоколад. Вот несколько советов, которые могут помочь в подобных ситуациях. Первое. Стандартная хитрость заключается в том, чтобы быть на чеку и выработать привычку фиксировать наступление подобной ситуации. Осознание может уменьшить силу, проявляемую эффектом взаимности. Второе. Немного подождите. Эксперты утверждают, что желание ответить взаимностью наиболее сильно проявляется сразу после первого обмена. Если вы можете подождать, вы, вероятно, почувствуете меньшее давление, чтобы ответить услугой на услугу. Третье. Оцените обмен. Подумайте, соответствует ли услуга ожидаемой выгоде. Во многих случаях первоначальный подарок или услуга намного меньше запрашиваемой ответной услуги. И если вы сможете это оценить, вам будет проще не поддаваться такой ловушке мышления. Но, как говорится, такая ловушка мышления не только вредна, но и полезна. И уж кто-кто о задействованной в автомобильном бизнесе хорошо это знает. Предлагаете ли вы бесплатную чашку кофе или стакан воды посетителям автосалона? Эти небольшие действия и предназначены для того, чтобы инициировать тенденцию к взаимному взаимодействию. Склонность людей отвечать взаимностью на благосклонность. Автодилеры применяют эту концепцию в течение многих лет, независимо от того, знают они об этом или нет. Эффект взаимности встроен в базовые процессы продаж, которые используют большинство дилеров. Например, я во время тренинга обращаю внимание продавцов на ошибку, если на этапе установления контакта они в первую очередь спрашивают имя посетителя, не представляясь. Это может насторожить потенциального клиента. Однако, когда вы представляетесь первыми, называете свое имя, для человека, с которым вы разговариваете, естественно, в любой обстановке ответить вам взаимностью и назвать свое имя. При правильном применении этот эффект может помочь вам установить доверие и взаимопонимание с клиентами быстрее, чем обычно. Когда клиент приходит к вам в дилерский центр, гораздо проще установить с ним взаимопонимание, если вы можете показать ему, что искренне хотите помочь. Часто продавцы насторожены и не хотят отвечать на вопросы из-за страха. Страха сказать что-то не то, страха, что их ответы создадут препятствия на пути к продаже, или страха, что покупатель может обнаружить, что им не хватает знаний. Искренне помогая клиенту и честно отвечая на любые его вопросы, вы завоюете доверие в его глазах и, скорее всего, снимете опасения, с которыми многие клиенты, естественно, приходят в дилерские центры. Эта же концепция применяется и в цифровом маркетинге. Например, если вы заставляете посетителей сайта заполнить форму, прежде чем сообщить им стоимость автомобиля, вы тем самым просите их дать вам что-то ценное, свою личную информацию. Но сами вы им пока ничего не даете. Я по-прежнему сторонник максимальной прозрачности информации по наличию, ценам и условиям покупки на дилерских сайтах. Это укрепляет доверие к вашим автосалонам. И показывает готовность быть полезными. Еще одна отличная стратегия взаимодействия – контент-маркетинг. Это пример использования эффекта взаимности на ранних этапах пути к покупке, когда люди только рассматривают решение своей проблемы или потребности. Предоставляя полезный контент посетителям, которые еще не стали вашими клиентами, вы оказываете им услугу и повышаете вероятность того, что они ответят вам взаимностью, обратившись именно в ваш дилерский центр. Да, вы по сути бесплатно раздаете ценность в виде востребованной информации. Но, как показало исследование 2017 года, контент-маркетинг получает в три раза больше потенциальных клиентов, чем платная поисковая реклама. На этом у меня на сегодня все. До встречи через неделю, если, конечно, я не поддамся кришнаитам. Субтитры сделал DimaTorzok